Здравствуйте, друзья! Вы знаете, ну раз уже пошла такая драка и фактически я вам показал несколько китайских и европейских фильтров, решил все-таки достать из аквариума, разобрать, почистить немного и показать вам еще тот фильтр, который мелькал постоянно в видео, а именно АКВАЭЛЬ ФАН 1 ПЛЮС. Значит, ну на внешний вид фильтра вы особо не засматриваетесь, потому что он не новый, он отслужил уже больше двух лет у меня на хозяйстве, больше двух лет бесперерывной работы. Значит, как видите, разбирается фильтр достаточно на много разных частей, то бишь это упрощает его обслуживание. Вот, и давайте мы вместе с вами сегодня соберем этот фильтр назад в кучу и я вам немного о нем расскажу. Значит, заявленная мощность производителем 320 литров в час, температура воды 35 градусов и потребление электроэнергии 4,7 ватта. К сожалению, я не нашел информации, на какую высоту этот фильтр может поднимать воду, к сожалению, у меня не сохранились ни коробка, ни инструкция к данному девайсу. Но я думаю, что фактически вот мы проверим его мощность струи и так далее, я думаю, поэтому вы уже сами определите, вот стоит покупать такой фильтр для себя или нет. Покупал я эти фильтра в интернет-магазине Аравана несколько лет назад. Тогда от производителя была акция и там цена была со скидкой где-то 30-35%. Я купил себе сразу 5 таких фильтров. Значит, у меня был выбор покупать вот такие вот фильтра или же фан первый. Но, к сожалению, на эти фильтра тогда скидки не было и я принял решение все-таки приобрести фан первый. С чего мы начнем сборку? Начнем сборку мы с головы фильтра, то есть мы установим регулятор подачи воды. Вот. И саму голову, которая служит для направления потока воды. Вот. Ну и здесь вверху есть регулировка мощности фильтра. Значит, следующий. Вот такой вот ротор. Он устанавливается на металлическую ось. Кстати, хочу отметить, что фильтры вот эти вообще работают вообще бесшумно. То есть, сколько они меня проработали даже в аквариуме, в маленьких аквариумах, которые стояли в жилых помещениях, никогда этого фильтра не было слышно. Ну, конечно же, если вы делаете дополнительную аэрацию через фильтр, то да, пузырьки воздуха слышно будут. От этого никуда не деться. Но сам фильтр работает вообще бесшумно. Значит, дальше. После установки ротора мы ставим вот такую вот фиксирующую заглушку, к которой уже непосредственно крепится вот такой, я не знаю, как это назвать, не то штатив, не то как. Ну, давайте назовем это просто плоской деталькой, на которую впоследствии одевается мочалка. Значит, здесь есть две защёлки, которые вот крепят эту штуку. Вот видите, да, достаточно хорошо она крепится. Здесь есть вот такие вот прорези для того, чтобы вся мочалка наша работала равномерно. И, соответственно, сама мочалка. Как видите, мочалка для бюджетного фильтра достаточно большая. И вот таким вот образом она одевается на вот это крепление. Всё. Фактически наш фильтр собран. Дальше мы что делаем? Мы одеваем нашу корзину. И вот таким вот движением защёлкиваем. Всё. Значит, всё держится очень хорошо. Даже после двух лет работы этот фильтр, как видите, очень хорошо держится. Всё прекрасно работает. То есть проблем с ним нет. Ну и, соответственно, на заднюю часть крепится вот такое вот крепление, к которому идёт четыре присоски. Значит, в комплектации я взял от другого фильтра вот эти все вот прибамбасы. Но, скажем так, в комплектации к этому фильтру идёт, значит, вот такое вот приспособление для того, чтобы разбивать струю и направлять её дополнительно ещё в стороны. Эту штуку я никогда не использовал, потому что она очень сильно увеличивает, ну, скажем так, длину выходного отверстия из фильтра. И, ну, мне это не очень нравилось. То есть мне в травниках вполне хватало вот этого фильтра за счёт того, что я его цеплял в углу и уже, соответственно, по диагонали направлял течение воды. Ну и дальше есть вот ещё такая вот насадка для аэрирования, на которой одевается вот такая вот трубочка с регулировкой подачи воздуха. И, соответственно, как я уже говорил, у всех акваэлей, внутренних фильтров акваэль, есть ещё вот такое дополнительное крепление. Оно вот сюда вот цепляется для того, чтобы зафиксировать этот фильтр на стекле даже без присосок. Что хотелось бы ещё отметить, значит, в данном фильтре решётка для забора воды предусмотрена только спереди и внизу у кассеты. Но если посмотреть строение самого фильтра, у нас забор идёт, я не знаю, будет ли вам видно, значит, здесь за решёткой дальше есть перегородка. И, соответственно, вот я покажу вот на мочалке, каким образом происходит забор воды. То есть в кассете забор воды происходит вот таким вот образом и дальше уже распределяется по всей мочалке. Ну, так устроена внутри сама конструкция кассеты. К сожалению, вряд ли нам это будет видно. Вот. Поэтому, ну, скажем так, в процессе эксплуатации, конечно же, передняя часть мочалки всегда забивалась больше, чем задняя часть. То есть тут, конечно, акваэлю можно поставить минус, потому что, ну, немного они в этом плане не доработали. Но, с другой стороны, я думаю, все вы понимаете, что в маленьких аквариумах маломощные фильтра в первую очередь используются для того, чтобы убрать мелкую взвесь из воды и, соответственно, сделать течение воды. Как такой биофильтрации от такого фильтра, как и от любого другого фильтра вот таких вот размеров, такой вот мощности, к сожалению, ожидать не стоит. Потому что, ну, что такое биофильтрация, я думаю, я вам уже рассказывал в предыдущих своих видео. Я думаю, все вы знаете, если нет, то пишите в комментариях, я обязательно об этом расскажу. Ну, а сейчас скажу только то, что главная задача этого фильтра, это механическая очистка воды и, соответственно, ее циркуляция. Вот. Ну, в принципе, со своей задачей этот фильтр успешно, более двух лет успешно справлялся. Давайте же опустим его в воду и посмотрим, как это все работает. Ну, и вот, друзья, наконец-то дошло время показать вам фильтр Акваэль Фан 1 Плюс, который я использую уже больше двух лет. Значит, к сожалению, у меня нет насадки для аэрации, для обогащения воздуха, но я хочу вам просто показать несколько моментов, как этот фильтр работает в воде. Давайте его погрузим для начала. Вот, видите, да, старт фильтра моментальный. Значит, струя, как для такого фильтра, в принципе, не особо-то и мощная. Но и огромный плюс его в том, что его можно даже вот в таком положении, вот смотрите, над уровнем воды. Он на две трети поднятый над уровнем воды и прекрасно перекачивает воду. Это говорит о том, что, во-первых, насос достаточно мощный у него, все хорошо именно по корпусу сделано, загерметизировано, потому что он не подсасывает воздух. И главное, что его можно успешно использовать в полюдариумах, то есть погруженном вот в таком состоянии. И он прекрасно будет исполнять функцию водопада. Значит, покажу вам, как держат присоски два года спустя. Вот сейчас мы их немного очистим и приклеим. Вот, надеюсь, вам всем видно. Вот, смотрите, пытаюсь оторвать. Вот, присоски напрягаются, видно, да? И ничего не получается. То есть я реально не могу их оторвать. Придется сейчас отсоединять это все дело. Вот, наконец-то получилось. Это говорит о том, что все-таки качество пластика и качество резины в присосках, и качество пластика в самом фильтре достаточно высокое, достаточно хорошо все сделано. Вот вы видите, какие зазоры под крышкой, да? Все плотненько заходит, все прекрасно работает. И фильтр стартует даже не погруженным в воду, он уже стартует. Видите сами. Значит, использую такой фильтр, повторюсь, уже больше двух лет. Я полностью им доволен. Правда, я никогда его не использовал в качестве аэратора. То есть он меня, если аэрировал воду, то он у меня стоял вот так под верхом и был датчиком. То есть слегка погруженным в воду. И если он начинал, вода вот в аквариуме подсыхала, и он начинал подсасывать воду, значит это был сигнал к тому, что надо доливать воду. Вот, в принципе, как я использовал аэратор в этом фильтре. Он у меня использовался в аквариумах с подачей СО2, где бурно росли льхи, анубиасы, бацифаландры. И как такой аэрации мне не надо было, потому что, всем известно, лишняя аэрация, она выветривает просто углекислоту из воды. Ну вот, друзья, значит, если у вас аквариумов литров на 50, то могу смело вам рекомендовать такой фильтр. Он раза в три дороже китайских аналогов, но поверьте мне, он своих денег 100% стоит, как по комплектации, так и по качеству работы. Друзья, я надеюсь, этот обзор был вам полезен и интересен. Ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала. Всем добра, до новых встреч!